Как вы врачи и терапевты? Как вы врачи и терапевты? Как вы врачи и терапевты? может сделать очень многое. Терапевт может взять простую шкалу и выявить у человека нарушение памяти, свойственное для болезни Альцгеймера, или нарушение памяти, которая свойственна для сосудистого нейрокогнитивного расстройства. Терапевт может определить, было ли у пациента инсульт, соответственно, это, скорее всего, сосудистый нейрокогнитивное расстройство, или не было инсульта, это, скорее всего, болезни Альцгеймера. И дальше начинается следующее. Кто это все должен лечить? Конечно, болезни Альцгеймера и сосудистые нейрокогнитивные расстройства должны лечить неврологи, ну и присоединившиеся к ним психиатры. Веда состоит в том, что, к сожалению, в современных поликлиниках осталось очень мало неврологов. Самое интересное, что терапевты, которые остались в поликлиниках без неврологов, они уже лечат сосудистые нейрокогнитивные расстройства, потому что единственное правильное лечение сосудистого нейрокогнитивного расстройства – это назначение всех тех препаратов, которые так используют терапевты. Это проведение антитромботической терапии, это антигипертензивная терапия, это контроль орлипидов, это статины, это лечение, снижение, точнее сказать, за лечением сахарного диабета, и, собственно говоря, все. Это и есть лечение сосудистого нейрокогнитивного расстройства. Поэтому я считаю, что терапевты вполне могут с этим справиться сами, без всяких неврологов, что они уже и делают. Ну, если они сюда еще присоединят церебролизин, который способствует тому, что нейроны между собой начинают коннектиться, это будет очень хорошо. Что же касается болезни Альцгеймера, то, наверное, все-таки стоит призвать неврологов к порядку, где-то их предварительно найти, этих неврологов, для того, чтобы они взялись за лечение болезни Альцгеймера. Но на самом деле лечение болезни Альцгеймера очень легкая штука, потому что есть всего 4 препарата, которые действуют на эту болезнь Альцгеймера, и присоединяем сюда, опять же, церебролизин. Важно, чтобы терапевты поняли, что основной их враг – это нейрокогнитивное расстройство, а выдуманные диагнозы ДЭП и ХИМ, которые мешают лечить и болезнь Альцгеймера, и сосудистые нейрокогнитивные расстройства. И как только мы откажемся от выдуманных диагнозов и начнем ставить настоящие, начнется лечение. И конфликтов, на самом деле, никаких быть не должно, потому что надо всегда говорить правду.